В общем, сегодняшнее утро началось с того, что стали прозванивать объявления. Не факт, что поедем по стоянкам, поедем по каким-то частным объявлениям, потому что, похоже, там цены получаются лучше и дешевле. Мы предварительно нашли вот такой Golf. Климат, интересный такой салончик с интерьером, клетчатым, двухлитровый дизель. Выглядит чистым, аккуратным. Только что по нему набрали. Правда, вот у сиденья видна затертость. Но это все надо, конечно, на месте смотреть. Руль кожаный вроде не вытертый, хотя его, видите, повернули вниз. Именно той частью, которая меньше вытирается. Может быть специально, а может быть случайно на фотографии. Непонятно. Такая машина стоит 3500. 2007 года, 11 месяц. Ну, будем смотреть. Сейчас будем звонить еще дальше по другим машинам. Что у нас еще здесь есть? У нас здесь есть такой же, но 3500. Ну, там же, в том же городе, в том же Таураге. Но год 2005. Зато коробка автомат. Вот давай по нему сейчас будем набирать. Хорошо, смотри. Дальше у нас стоит. Нет, мы его видели. Помнишь? Видели мы его? Ну, без цены. Еще говорили, без цены и нафиг. Не свернулись, ушли. Автомат. Я же стоял. Вот говорю, смотри, гольф автомат. Ну, вот так вот. Почему бы он не написать цену 3500, когда она интересная? Мы бы вокруг него бегали бы. Тебе ее показывал. В общем, ты подошел. Идется опять возвращаться. Вот. Кранные люди. Так, смотри, у нас есть в Клайпеде. Клайпеде большой. Ну, не знаю. Давай Клайпеде пока не будем, потому что уже два Таураге нормальных подговорителями. Посмотрим. У него единички в Таураге. Это 230 пробег, и он пустой. Да. И это у нас где? Это у нас Паланга. Это у нас единичка. Это на нее поневежесть. Поневежесть. Слушай, а в Таураге только одна единичка есть. Вот она. 2007 года. 4850. Ну, дорого, но она как бы с немецкими сервисными книжками. Помнишь там было? Со всеми. Будем ее смотреть. Ну, давай распили. В Таураге, да. Единичка только одна в Таураге. И она рестайлинговая. Это видно вот по задним фонарям, по-тоненьким. Ну, давай наберем. Второго года единичка. 180 тысяч пробег. Дизель. Видно по фотографиям, что пустая. Вот у нее даже не климаты, кондиционер, ни кнопок на руле, ничего нет. Может, поэтому и цена такая? Но год все-таки десятый. Фотографии сделаны еще летом. Вот что странно. На коне ветряков всяких. Она вот и на литовских номерах. То есть она не пригнанная. Возможно, кто-то свою продает, поэтому подешевле. С другой стороны, не факт, что она живая. Может, ее здесь ушатка лежа. Ну, набери. Что-то не отвечает. Ну, понятно. Вроде 10 утра уже пора было подвесить. Ну, значит, мимо. Все-таки здорово. Сухо, солнышко. Прямо сразу оптимизм появляется. Что у нас сегодня есть с собой? У нас есть с собой чемоданчик с кучей всяких там микрофонов и прочего оборудования шпионского. У нас есть с собой толщиномер. Все так говорили, где же толщиномер. Хотя вряд ли он пригодится с точки зрения постоянного использования. Ну, что-то где-то крашено, что-то чуть-чуть шпаклевки может лежит незначительно. Но, тем не менее, все это ничего не меняет в автомобиле, если у нее нет каких-то критичных повреждений. Так, очередь. Очередь на дешевые заправки. Будем остановиться тогда. Вот это лишний раз показывает. Так же, как телефонов, которых нет на автомобилях. Так же, как очередь несоблюдаемая на заправке в виде бардака. То есть, фактически, люди теряют свои деньги из-за своей неорганизованности. Из-за того, что нет порядка. Сколько? Евро 0,9 тут? Да. Евро 0,8. Ну, абсолютно чистая, аккуратная, пустынная заправка. А на заправке, где по одному евро топлива, какой-то бедлам, машины ломятся, под кирпич едут, очередь не соблюдается. Гора, гера деку делилась. Так, все так, эта машина существует. Короче, она... Это боевая 10-го года, то есть? Да, это боевая 10-го года. Он имеет ее 2 года, но он ездил в Германию с семьей, там здесь мало каталось по Литве. Ну, это не важно, что он там говорит. Есть проблема какая-то, немножко загорается какая-то лампочка. Он не мог ей определить. Нет, там говорить вообще не проблема, это про... Ясно, что с ней. Там что-то стоит 40 евро, говорит. 40-60 евро, это поменять, и все. Говорит, можно вместе в сервис заехать, там, короче, это все сделать, и проблем не будет. В 10-й год 4,750, по-моему, да, стоило? Ну, он там выставил так, 740, что ли? Какая-то цифра нелепая была. Ну, 4800 или 4850, но сказал, за 4,5 он уже готов нам ее отдать. В 10-й год все-таки. Да. Он уже готов, значит, это отдать. Это проблема, что там лампочка, не знаю, как она там загорается, ему говорит. Ну, ее тушит, говорит, там, через 200, сколько километров иногда она опять загорается, но... Надо было понять, какая лампочка. Ну, трудно очень понять. Надеюсь, не давление масла? Да. Нет, нет, нет. 40 евро, и все будет хорошо, давление масла перестанет загораться. Что-то с вакуумом там связано, или что там, короче, что-то такого. Ага. Конкретно сам говорит. В сервис поедем, нет проблем, говорит, сделать. Ага. И говорит, эта проблема не влияет ни на тягу, ни на чего. И когда показать готов? Ну, я не договорился с ним, говорю. Ну, я слышал, ты сказал, что мы в Туороге едем. Поедем в Туороге сейчас посмотреть машины, а там уже будем решать, говорю, если что, перезвоним. Это же немножко тоже, как все меняется. То есть, если бы мы ему дозвонились перед выездом, мы сразу бы поехали бы к нему, потому что в 15 километрах было от нас. Посмотрим Туороге сейчас, а потом будем думать, что как. Вот вам немного про качество литовских дорог. Нельзя сказать, что они плохие, но если вот речь не идет о какой-то магистрали, о трассе, то довольно много раздолбанных дорог. То есть, вот такие вот они заплатками залатаны. И вот мы едем, конечно, на ленд-крузере, на прадике, с высоким профилем резины, а он как-то это дело немножко сглаживает. А на самом деле, если мы говорим о машине, которая ездит постоянно по Литве, обычная легковая, в общем-то, износ ходовой так нормально достается ей. Поэтому, если заправляться на дешевых заправках, на которых пробки со всех сторон, и ездить вот по таким вот дорогам, то машина, которая в Литве несколько лет, в принципе, логично, что к ним и относится с меньшим интересом покупателей. Потому что понятно, что машина уже немножечко так повидала. Такое, как раньше писали, с пробегом по России и без пробега по России. Примерно то же самое. Бухгалтерия написана. Бухгалтерия написана? Вот на этом здании? Да. А где ты видишь эту надпись? Бухгалтерия. Ну смотри, как я бухгалтерия. Надеюсь, что... А касса где? Вон там, где собака ловит касса. Колеса зимние. Даже немножко жаль, потому что протектор хороший. Жалко меня. Все, взяли ключ от машинки. Посмотрим немножко, что внутри. Мне нравится вот этот вот салончик. Прикольный. Прикольный, да. Тур. Видишь комплектация? Вот эта же эмблемка. Тур. Это, видимо, и этот салон, и вот эта ручка. Шестиступенчатая коробка. ЕСП есть у нас. Смотри, датчик давления. Шина есть. Да. Что там у нас? Там ручка заперелась. Датчик давления шин. ЕСП. Это я нажимал кнопки. Ага. Вот они. 159 тысяч. Ну нормально. Руль тоже нормальный в целом. И вот, видишь, тоже вот это вот на руле. Угу. Угу. Люк электрический. Люк тоже хорошая штука. Не лишняя. Очеркничек. Шторочка. Пластмасса уже чистая. А, вот это вот, да, облезающая резина. Что они делают? Они просто берут ее и каким-то растворителем смывают эту резину вообще. Ну, счищают, да. Ну, видно. Вот такие вот штучки. Вот этой зажигалочкой надо полить. Красивый салон и некрасивый потолок. Кстати, с потолком не так все просто, потому что он с люком. Замучаешься его перетягивать. Ну, потому что вот эти вот все места обходить. Хотя, если каркас тут, в принципе, разницы, наверное, нет. Видите, ребята сделали химчистку литовскую. Вот что произошло с потолком. За это нам пообещали скинуть 100 евро. Ну, такие вещи легко делаются, перетягиваются. Кнопочки можно сюда да установить вместо вот этих вот вставочек. Но это мы еще отдельно с вами об этом поговорим, если мы эту машину возьмем. Потому что нам то, что мы возьмем, напомню, еще отдельный обзор эксплуатационный будет. Вот этот момент неприятный. Но это перетягивается. Вот эта вот часть сидения. Ну, программа минимум, конечно, это дело просто сшивается. Натягивается вот так и все. Аккуратненько. Программа максимум меняется в часть ткани. Ткань, кстати, можно взять от заднего сидения. То есть, вот есть такие места неприметные. Сюда ставится другая, допустим, часть ткани. А вот эта вот часть берется и перешивается в ту сторону. Ателье такие вещи практикует. Или со спинки. Допустим, спинка берется. Вот отсюда вся вот эта вот выпарывается часть ткани. Сюда вставляется какой-нибудь кожзам. Такие две спинки кожзам получаются обтянутые. А оригинальная ткань идет на изношенное место. Год хороший. Цена нормальная. Капот снимали. Волочки сорваны. Давайте по петлям пройдемся. Петли дверей тоже все не тронутые. Все заводские. Табличка на месте. Все детали. Все основные детали не демонтировались, кроме капота. Ну, капот понятно, что его красили. В этом ничего удивительного нет. Пол тоже без каких-то следов критичных. Проемы. Заводские волтики. Давай выгоним на солнце. Но по кузову в целом все нормально. По территории тут чуть-чуть, да? Кто нам не скажет ничего? Нет, я спрашивал, можно. Дай я попробую тронуться. Посмотри, что со сцеплением как. Нормально. В самом начале берется. Сцепление хорошее. Выезжаем, да, через этот? Да. Что-то так погромыхивает. Гремит нормально причем. Ну, это гольф. Нельзя думать, что он будет мягким. Страшного-то ничего нету. Ну, погромыхило. Ух, ух. Жестко. Что-то с рычагами похоже. Именно из-за салим логики. То есть это не косточки. Ну, а как ты хотел? Кто-то во Франции от этой машины избавился по какой-то причине? Понимаешь, что она просто надоела ему? Она уже износилась. Ну, в любом случае, что-то делать надо в ней. Перед тем, как ехать при чем. Слышишь там? Хлоп-хлоп-хлоп. Надо солнышко остановить. Чтобы было видно, она хорошо. Капот, если и красили, то красили давно. Потому что видно, что есть сколы. Сколы уже подмазаны в синий цвет. Конечно, это не делали никакие перекупщики. Это делали предыдущие хозяева этой машины. Портроник, я смотрю, есть. Так я сразу не заметил. Портроник есть. Причем вот то крыло, видимо, красили. Потому что, видишь, вот эта надпись «Тур» тут есть, там нет. Старенький-старенький, а уже mp3 есть. Тоже не лишнее. А вот мне интересно, работает ли кондиционер. Как-то я не слышу просадки оборотов. Надо пойти давление посмотреть. Сейчас штуцер открутим. Колпачок на штуцере. Я включаю. Но, может быть, я не знаю, срабатывает защита по температуре. Я не знаю. Может, ему сейчас недостаточно жарко, чтобы это было. Сейчас какую-нибудь палочку мы видим побольше. Вот, оплеточка на руль. Почти новая. Но нам сейчас палочка нужна. Вот палочка нормальная. Сейчас отломаем. Пустой кондиционер. Нажимает? Да. На самом деле представление составленное. Надо ехать дальше, смотреть другие машины и сравнить уже относительно того, что мы увидели. Уходя из танки с гольфом, смотрю на кадет и поднимаю взгляд вверх и думаю, какие только эти кадеты не бывали. Что только из них не городили. В таких случаях надо говорить, когда уезжаешь, не надо говорить, что едем еще смотреть, если что, перезадим. Надо говорить, что нам вообще не нравится, чтобы он просто разочаровался. Потому что, если вдруг потом мы ему наберем, это для него будет счастье. Нифига себе, люди уехали, отказались уже и тут вернулись. Он просто больше скинет, если что. Смотри какой кусочек. Таураге, да, прям европейский. Тебе и мостовая, и какие-то ресторанчики, и впереди какая-то кирха. Вроде как, судя по навигации, приехали смотреть БМВ-1, но точка, которая нам показала навигация, оказалось кладбище. А машин никаких здесь не продается. Там вообще тупик какой-то. А не, вон там машины несутся оттуда. Сейчас, главное, поверните направо. В общем, опять не там. А, это и есть. А, на, на. Хороший салончик. Сейчас посмотрим поближе. Диски Мининэйл, передние, по крайней мере, свеженькие, новенькие, тормозные. Не металлик, а надо, крил просто. Хороший признак у таких машинок сразу, когда заглядываешь вниз, там висят такие грязевые щиточки. Вот они. Эти грязевые щитки сразу же отламываются у этих машин. Потому что уж больно низко они висят над дорогой. И вот эти вот места, зазоры, постоянно у них гуляют. Постоянно тут щели, если что-то было. Чего он там? Серьезно? Хочет. 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 Ну, сейчас, через где-то 20 минут приедет человек. То есть, мы приехали сюда за 200 километров. Он все это время сомневался, что мы серьезно будем смотреть машину. Вот такой попался нам на глаза Nissan Micro. Редкий вариант. Это кабриолет с жесткой крышей. И что забавно, что он еще и ограниченной версии. Некая Lolita Limpica. Это дизайнер одежды французской. Давайте внутрь заглянем. Смотрите, у нас тут даже везде вышивочка такая. Lolita Limpica. Кожаный салон. Климат у нас здесь есть. Запуск бесключевой, но как у Nissan это модно. У него запуск просто при помощи поворачивающейся такой штуки. Мультируль. Сзади какие-то символические сидения. Ну, как я их называю, сидения для безногих детей. Но, тем не менее, они есть. То есть, формально 4 человека можно в эту машину посадить. И даже в этой стеклянной, в этой крыше стекло. Люк какой-то маленький. То есть, хотя она электрическая, открывающаяся. Сейчас заведем ее, попробуем открыть. Ну и самое интересное перед тем, как открыть машину, стоит 2 700. В общем-то, наш бюджет. Пока ждем. Хозяина БМВ, который до сих пор пока не приехал. Случайно набрели на эту машинку. Все, конечно, все, конечно, волей случая, многие вещи решаются. 2 700 она стоит, да? Да, за две с половиной, говорит, отдастся. Две с половиной, да. Еще такой версии, какой прикольный. Мотос кабриолет, она еще эксклюзив. Вот такой мини-купель стоит 2 300 из Франции. Ну что, из плюсов у нас кнопочки на руле. Из минусов у нас элементарная климатическая установка. То есть, это не климат, а фактически печка. Шестиступенчатая механика. Машинка из Германии. Какие-то книжечки есть. Интересный салон у нее такой, с белой строчечкой. Но, правда, какая-то свинья отткнула все-таки окурком в фотолог. Ну а что хотеть за такой возраст? Завелась, в принципе, неплохо. Учитывая, что машина долго стояла. Сюда, кстати, вставляются мониторы. На Алиэкспрессе продаются вот в эти вот места, вместо проточков, красивые мониторы. Ну, заводская краска, в общем, по всей машине. Крупная шагринь, такая BMW-шная, традиционная. Отпроешь капот паковал, пока я смотрю. А, передний-то какой-то? Да, да. Что там, эти самые слабоватые уже. Видишь, эти держатели. Чуть-чуть он держится плохо. В мороз будет падать. Газовые упорчики уже. Ну, вон, нащупываю. Хорошо работает. Вягенько так, прям вот. Без клёк, это без всего чисто. Снимали вот это вот. Уплотнитель, ковыряли. Что-то за дверью делали. Ну, да, не идеальные, но они все не идеальные. Начнем с этого. Ну, это да. Ну, что, в копилку просмотренных, для того, чтобы смотреть уже другие дальше. Видимо, так. Через час. Надо, как будто ему звонить. Только 100 евро могу сбросить. Ну, этот бок весь правый, да. Зато автомат. У просмотров машин в Литве есть одна большая проблема. Вот ты набираешь хозяина, у которого указан телефон под стеклом. Может быть, даже цена есть, но в большинстве случаев цены нет. И говоришь, я хочу посмотреть машину. Вот мы сейчас звонили по объявлению по интернету. Три или четыре раза можно набирать человеку. Спрашивать, где ты находишься, как к тебе доехать, перенабирать, правильно ли мы едем. И вот, наконец, ты доезжаешь до машины. Набираешь и говоришь, все, я стою у машины, я хочу посмотреть. После этого человек тебе задает вопрос, ты точно хочешь посмотреть машину? Он говорит, ну, я вообще-то ехал к тебе, я тебе три раза звонил. А, ну, тогда через час или полчаса я смогу ее показать, возможно. Или вообще не могу ее показать. Сейчас у нас очередная ситуация, когда мы хотим посмотреть гольф. Но после трех перезвонов и, наконец, найдя стоянку, где он находится, выясняется, что посмотреть его можно будет только через час. И вот у нас сейчас час опять, чтобы по Таураге где-то побегать, посмотреть что-то еще. Кстати, говоря о том, что мы покупаем машину, если за этот час, за который человек теоретически может приехать показать нам эту машину, мы можем найти что-то еще другое. То есть это настолько непредсказуемо, покупка автомобиля. Тут все зависит только от человеческого фактора. Что мы купим, вообще непонятно. И так далее. До встречи. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok